11 ноября отмечается народный праздник Авраамии Овчар и Анастасия Овечница. Православная Церковь в этот день чтит память преподобной мученицы Анастасии и преподобного Авраамия. Святую Анастасию на Руси прозвали Овечницей, так как считали ее заступницей овец, а святого Авраамия – овчаром или покровителем овчаров. Традиционно в этот день устраивался овчарный праздник. Пастухи пели, играли на рожках и поздравляли свои отары с последним днем выпаса. Хозяева расплачивались с пастухами, им не только выдавали деньги, но и дарили подарки. Женщины приносили им гостинцы, пироги и свежей муки. Однако самым главным угощением этого дня был овечий или козий сыр. Готовили и подавали его к столу зачастую девушки и женщины, которые в этот день праздновали именины. Крестьяне были уверены в том, что только одна угодница, Анастасия, может спасти беззащитных овечек от волков и сохранить их от различных болезней. Сельские овчары и пастухи очень часто молились святой Анастасии и ставили на деревьях в поле, где пасутся овцы, икону этой угодницы в полной уверенности, что она является надежной охраной для овец от всякой опасности, особенно от диких зверей. С 11 ноября крестьяне в северных районах начинали стричь овец. При этом приговаривали «теплу конец, пора стричь овец». В южных районах стрижка напротив заканчивалась. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки, либо ткали теплой ткани для зимней одежды. Детям загадывали загадки про овец. Например, такие «по горам, по долам ходит шуба да кафтан». Или такую загадку «не прядет, не ткет, а людей одевает». Какие существуют народные поговорки и приметы в этот день? Если пошел дождь, значит скоро наступит зима. На Анастасию овчарницу наблюдаются первые заморозки. Считалось, если волки в стаях рыскают по полям, быть голоду, эпидемии или другому несчастью. Также говорили, что в этот день медведь ложится в берлогу и начинает сосать лапу. На среде не переворачивается и сосет другую лапу, а на благовещение выходит из берлоги. Родившиеся 11 ноября будут иметь долгую и плодотворную жизнь. Им дано хорошо понимать скотину. Носить им следует янтарь. Субтитры создавал DimaTorzok